Ну просто новая песня, непонятно о чем она Ну вроде песня Как проходит твой разогрев обычно? И меня не трогали, ну ладно Танцует, пускай идет на танцы Поначалу мне показалось, что песня «Москва Владивосток» настолько простая Когда мне прислали демку Я когда ее записывала в студии Я чуть не посидела Был мат Меня вдохновил Джизус Мы первый раз вообще эту песню слышали И мы такие, слушай, такое ощущение, что Циммер ему песню написал Я понимаю, что два охранника, они его не удержали А он агрессивный, понимаешь? Набор мелизмов, звуков И вот этой подачи Вообще мне было интересно, знаешь, что Сходить к тебе на урок Это был такой длинный путь Я не могла подумать вообще, что Это не просто там год поработать, как серая шейка Это четыре года без перерыва Типа, модно, но они другие, они же другие Я же как по наитию это делаю А ты с точки зрения профессиональной Ты знаешь, как это работает Поэтому я пошла к преподавателю Абсолютно классической школы вокала Но хватило меня буквально месяца на два Плюс вайб Я ему сама написала Я говорю, слушай, давай дуэт Как ты каждый раз возобновляешь себе эти эмоции? Что движет тобой в этот момент, когда ты поешь эту песню? Человек, все Это тренд, ребята Внутри тебя вселенная Ты прячешь ее, но зачем? Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Изи Мьюзик И с вами вокальные бранчи И, наконец-то, мы выходим на новый уровень И в этот раз гостей вокальных бранчей является Юлия Савичева Думаю, в представлении вообще не нуждаются Аплодисменты! Сами себе похлопали Да Так, все, хлопайте, пожалуйста Лето, время ярких поездок и отпусков И я тоже не исключение В этом году я устрою себе Евро Тур по Франции Швейцарии, Германии и Нидерландам И вы наверняка представляете Как это сложно было Запланировать такую большую поездку Все учесть И не ошибиться в маршрутах Но есть верный помощник Сервис Слетать.ру Там есть более 466 миллионов туров От 100 туроператоров Под любые предпочтения и запрос Идеальная локация отеля? Не проблема Чистый лазурный пляж и парковка при отеле? Слетать.ру Все устроят и спланируют поездку за вас И если что-то пойдет не так Вашу проблему обязательно решат Ведь менеджеры будут на связи 24 на 7 Планируйте свой отдых И пользуйтесь моим промокодом MANA КОВА И с ним вы получите скидку 3000 рублей Все условия оставила по ссылочке в описании под этим видео Незабываемого отдыха! Юля, маленькая предыстория На самом деле мне очень радостно, что ты сегодня здесь И тебе спасибо за приглашение Как-то мы так вот как-то встретились И как-то все срослось Это не может не радовать меня Но прямо такая затравочка Как-то раз мне было, наверное, лет 7 или 6 И мы с подругой втайне на телефоне Слушали песню «Привет» И такие «Привет» Мне это запомнилось очень сильно Потому что мы прям кайфовали вообще с тех песен «Как твои дела?» «Привет» И, в общем, ты прямо кумир моего детства Ой, спасибо Ты тогда тоже была очень юной Видимо, как-то так срослось, что мы нашли друг друга Нашли А я тебя в интернете нашла, как бы мне порекомендовали Посмотрела несколько видео, мне очень понравилось По-настоящему То есть, как ты все объясняешь С точки зрения даже обычных людей, все понятно А с точки зрения профессиональной Так я вообще тащусь Как ты это все делаешь? Спасибо Спасибо огромное Юля, расскажи, пожалуйста Как ты вообще пришла в музыку, особенно в пение? Насколько я знаю, у тебя родители имеют отношение к музыке Они музыканты, да Почему именно пение? Не барабаны, не инструменты Как вообще так получилось? Ну, папа барабанщик, понятное дело Барабаны были всегда с нами В каждой квартире, в которой мы переезжали Мама учила детей на фортепиано Но меня нет Потому что я постоянно танцевала И меня не трогали Ну ладно, танцуют, пускай идут на танцы Я уже была там в пять лет солисткой Хореографического ансамбля «Светлячок» В городе Кургане Вот поэтому как-то вот благодарна, что они не настаивали А наоборот поддерживали мои интересы, мои увлечения Петь я начала, когда услышала Витни Хьюстон Ну, понятное дело, так или иначе, в музыкальной семье ты всегда там что-то напеваешь Или имеешь к этому какое-то все равно отношение Но именно вокально как-то я заинтересовалась в семь лет Вот когда услышала Витни Хьюстон То есть «I will always love you», «Ты дышь and die» И пошло Да, я услышала то ли по радио эту песню, то ли на телевидении Ну, это же мега популярная история была Безумно И я подумала, какой же невероятный красивый вокал И главное, какая душа в этом есть, подача И мне захотелось приблизиться к этому Я начала учить Причем ведь у меня не было никаких приспособлений, чтобы себе включать Я где услышу, там учу Прикинь! И потом что-то как-то все уже поняла Что более-менее слова хоть запомнила Там как-то теперь по нотам надо, по этим мелизмам Ну, я не знала, как они еще тогда называются Начала постоянно тренироваться для себя И кто-то, когда кто-то был рядом Постоянно спрашивал «Ух ты, а как это у тебя так? А можешь продемонстрировать?» Я начинала петь И такую реакцию удивительную наблюдала Что люди по-настоящему удивлялись Хотя для меня было понимание, что, ну, Давыдни Хьюстон как до луны еще там Поле непаханное, чтобы вообще было как-то похоже на оригинал Поэтому искренне не могла понять, чему они так удивляются Ну, то есть ты была самородком и вундеркиндом вокальным, можно так это назвать? Ну, это прям громко как-то, но... Просто получалось подражать Известно, получалось? Получалось Слух, да, это от родителей Чувство ритма, слух Какое-то, ну, какое-то понимание музыкальности, конечно И вот дочь моя тоже этим обладает Папа тоже музыкант Поэтому тут как-то все тоже сложилось И у нее где-то, наверное, с трех лет уже были предпосылки Я точно понимала, что и ритмика, и слух есть, все прям здорово Здорово! А вообще занималась ли ты вокалом? Вот профессионально, да? Брала ли ты уроки? Берешь ли сейчас? Занималась, но это уже было после фабрики звезд 2 Когда мне нужно было петь высокие ноты, а таких песен было предостаточно Точно, это тот же привет, который ты сегодня вспомнила Ну и я просто начала подсрывать голос Особенно, когда концерт за концертом И все, и когда ты неправильно берешь эти ноты Естественно, понимаем, к чему это все приводит Я начала часто болеть Голос не слушался Поэтому я пошла к преподавателю абсолютно классической школы вокала Но хватило меня буквально месяца на два Если не меньше, потому что основу она мне показала Поставила дыхание Объяснила какие-то основные моменты Все, потом уже началось переучивание моего вокала Ни в коем случае этого делать нельзя Если ты сам понимаешь, что тебе нравится Как ты хочешь петь Если у тебя есть вкус вот этот музыкальный и понимание Ни в коем случае не надо переучивать человека И спасибо Максу Фадееву за то, что он меня не отправлял Никаким учителям и наоборот говорил Нет, ни в коем случае Какие-то основы, да, но не переучивание И не заучивание по каким-то шаблонам Ну, очень часто у нас стараются переучить Особенно, как ты сказала про классическую школу Многих вгоняют в какую-то рамку Округляй, артикуляцию Животиком толкаем Нотки с мягкой атакой Да, очень многих портят Портят Да, 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 но это хорошо, что тебя не испортили И тебя отгородили от этого Потому что, ну, я думаю, просто видишь, ещё бывает так, что педагоги как-то ставят эти рамки Они ограничивают тебя психологически Да То есть ты начинаешь бояться Что ты сделаешь, что не так Абсолютно Всё просто Помычала Потом Несколько упражнений на мычание Наверх-вниз Потом более открытый звук идёт Вверх-вниз И уже совсем там форсированные какие-то Ну, чем старше становлюсь Тем больше, понятное дело, каких-то проблем Со связками возникает Периодически И фониатор мне сказала, что лучше распиваться минут 10 Вот, чтобы как-то не было проблем в дальнейшем Ну, вот, понимаю, почему А почему? Есть ли какая-то вот причина, почему проблемы с голосом возникают? Это от усталости, либо техника? Ну, это перегрузка, во-первых Перегрузка Потому что, когда ты не выспался Когда у тебя заболевание какое-то Лор органов, как говорится Тут уж как бы правильно ты не пел Всё равно будет стресс Для связок Будет перенапряжение И где-то, может быть, надрывы там Или что-то Ну, воспаление, одним словом Поэтому Тут важно правильное лечение Даже если ты не можешь сейчас отдохнуть и не петь То хотя бы знать, что делать в этот момент Я знаю, что делать в этот момент Ну, и помню, было у меня одно время увлечение Ходить в караоке У меня многие друзья так ходят Этим я надорвала, честно тебе скажу Больше не хожу Ну, там ещё звук плохой Там ещё фиг себя услышишь Всё равно, когда ты себя хорошо слышишь Ты особо не надрываешься Да-да-да Поёшь, кайфуешь А в караоке там тебе, я не знаю, музыку поставят Ну, ещё и три часа подряд Ну, куда это вообще? В какие ворота? Не в какие Да, ещё какой-нибудь кальян можно взять Не-не-не, я не курю вообще Я ярый противник с детства Я помню, гоняла всегда своего папу А он меня курильщик всю жизнь Поэтому терпеть не могу Ничего с собой сделать не могу И, конечно, это плюс большой для меня Ну, а какие упражнения и какие... Упражнения, да, я тебе не рассказала Да, да, и вот ещё, знаешь, как ты спасаешь свой голос, когда приходит время его спасти, действительно? Значит, смотри Вообще, большим учителем для меня явился мой муж Потому что он тоже вокалист Эстрадно-джазового училища Был период Мы с ним познакомились, когда я вышла только с фабрики «Звёзд 2» Я сама ему позвонила Он тогда, знаешь, где выступал? В альтернативной группе 2003 год Сейчас, кстати, всё это опять вернулось Я наблюдаю за этим Я не могу поверить Такое ощущение, что я вернулась в свой 2003 И музыка сейчас опять это актуальна Вся альтернативная Рок-подача Вот это даже внешний вид Ты видишь, как молодёжь одевается? Что я говорю? Циклично всё Циклично Мы с тобой примерно одного возраста Ты моложе, да, ты меня на сколько? Ну, мне 25 А ну реально моложе! Ну, как-то так Ну, короче, девочки Мы все молодости, мы живем Да, нам всем всегда 20 Всегда 17 Короче Хотя я никогда не скрываю свой возраст Мне 37, если что Шикарно Поэтому, ну, как-то, не знаю Ну, на одном Да, ну, всё равно Каком-то вайбе Один вайб, да Вокальный, творческий, музыкальный вайб Так вот И когда мы познакомились Как-то это всё очень стремительно произошло Во-первых, меня приняли в альтернативную тусовку Что это очень редко бывает Чтобы, ну, тем более Из такого проекта попсового Там на всю страну известного И тут вдруг такая совсем закрытая тема Типа, модно, но они другие Они же другие А типа, а тут вот это вот всё Но нет, я же просто своя Сразу видно музыканта Который воспитался с детства Конечно, конечно В этой всей истории Видно сразу Ну, и вот как-то И на концерты ходили друг к другу И как-то, не знаю На репетициях часто бывало у них И потом, когда мы уже Начали жить вместе Мне было 18 Только мне исполнилось 18 Я тут же Родители До свидания И, конечно, опыта у него Именно в плане профессиональном вокальном Было больше, чем у меня И он дал мне такой совет Он говорит Слушай, ну нафиг тебе все эти занятия Ты, говорит, смотри, что можешь делать Вот нравится тебе какая-нибудь песня Ты просто её учишь Потом себя записываешь на диктофон И слушаешь вообще Хороший совет Как это вообще звучит, да Что ещё надо доделать Подправить, чтобы было вот как там звучало Очень круто звучит Ну, мы-то слушаем уже мастер трека Мы слушаем уже от мелодини Ну, историю там какую-то Да, да, закомпрессированные И так далее Но я-то стремилась Ты понимаешь, что так идеально живьём звучало И эти тренировки реально очень помогают Периодически я это делаю И русские песни какие-то И зарубежные Неважно Всё, что нравится То тренируешь Потом свои же песни Когда долго, например, отсутствовал Либо болел Либо просто отпуск был Ну, начинаешь просто для себя Дома, под минус С диктофончиком И всё И вот так Ну, понятное дело, распеться Потом это всё организовывать Давай мы с тобой распоёмся сейчас Давай, супер Да, мы как раз, да Если будем петь, значит, можно и распеться Попробуй вот спеть, как ты распеваешься И мы сейчас подгоним Сначала абсолютно просто Ну что, поехали Давай, Ваня До, да? До До? Ох Слух Слух И вниз идём Класс! На самом деле, если трактовать это упражнение Это упражнение на закрытый речевой тракт И здесь происходит очень важный момент Регулировка давления Да, то есть губами ты, грубо говоря, закрываешь И легче контролировать поток воздуха Сразу же всё звенит Сразу комфортно фокусировать звук Поэтому это очень классное, на самом деле, упражнение Такое базовое на разогрев Вот, и как раз мы там ничего не кричим Аккуратненько разогреваемся И также есть такая адаптация Как сирены разные Можно даже без инструмента Это прогонять постоянно По всему диапазону Я иногда делаю, когда мне уже выходить на сцену Я вроде распелась, но есть ещё время подождать Пока я перед выходом То я делаю, да, вот это Прогнать так немножечко и пойти уже Да, а вот ты рассказала про какой-то мощный посыл звука Ты сказала, что потом начинаешь мощно петь Это что за праздник? Сначала ещё подожди Сначала на подвижность Ещё, это я так только первое вообще упражнение Ну я так тебе могу продемонстрировать Не всё будем делать А потом я на подвижность делаю Также закрытым И вот так оно всё гоняется тоже Это уже подвижность, как бы разгоняешь связок Потом сначала закрытый Вот так, например Да, комбинация То есть ты фокусируешь, потом уже голос не переводишь Не форсированный, это у меня Так тоже могу А, нет Ну вот такое что-то Да, поняла Давай попробуем с тобой Я тебе могу дать новые какие-то упражнения Которые тебе могут помочь На самом деле очень полезно разогревать голос На фрае или на шторбасе Наверняка ты слышала И ты в песнях наверняка это используешь Всякий такой скрип Меня иногда просит наш саунд-продюсер Ну вот здесь вот подскрипнуть надо Ну сейчас давай Но это очень классное разогревочное упражнение Очень полезное для голосовых складок И вообще для гортани В целом это максимально плотное состояние Если тебе нужно там, допустим, как-то громко спеть что-то Каким-то белтингом Ну это такая техника Вокальным криком То это как раз помогает настроиться Потому что это максимальное вовлечение мышцы Вот И также потом можно плавненько переводить это в ноту То есть, грубо говоря А что это дает? Уплотнение То есть это избавляет тебя от лишнего воздуха Да, потому что часто бывает так, что Как-то можно подуть И как-то неприятно становится в горле Ну когда я попробую? Попробуй сделать Да, да, да Но почему-то у меня сразу ощущение Что там что-то троится Мне так неприятно А, то есть там скрип неприятен? Ну вот он как будто на связках что-то оседает Как будто сразу А ну это по сути действие То есть там возникает Ну там физическое явление одно возникает И по сути это такой некий массаж Для голосовых складок Но там работает вся гортань в этот момент И вот это как раз очень круто Что ты задействуешь не только голосовые складки Там, да, истинные Но ещё там ложные можно задействовать То есть всякие расщепы крутые И это хорошо разминает аппарат Также можно сделать адаптацию Можно сделать фрай Ну как бы в себя, да Ой, это фильм ужасов какой-то нет Прости, я так не буду Но на самом деле Кошмар Можно так и скримить потом Немножко задохнулся На самом деле, да Человек всё Многие делают экстримщики, кстати На экстрим вокалах Они такие Всякие О, свисток вышла Отлично У меня тоже вышла Вот, кстати, можно свисток так тоже тренировать Так что можно взять на занятку Вот, так же В райкере немножко такая вышла Да, эмоции Вот, но Ещё можно, например Переходить из разных регистров Да, то есть ты можешь спеть внизу На более плотном звуке А потом разомкнуться немножко Тоже полезно для разных состояний Попробуем, может быть, сделать Давай, да Попробуем А ты-то как-то вот плоско это поначалу сделала То есть я слышу разницу То есть куда-то ты в нос больше Это почему-то А я просто прямо досмыкаю связки То есть Он такой Немножко плоский Да А для чего так? Это твэнк Твэнк? Это твэнк, ребята Да, но твэнк — это, по сути, сужение преддверия гортани То есть когда ты подсужаешь гортани Он такой Более компактный Да Да, и сразу как бы становится как-то звонко А кто так у нас поет? Ну, продемонстрирую Слушай, на самом деле многие так поют Я знаю и зарубежно, кто так поет Давай, давай Ну, например, Доли Партон — это все кантри-певцы Это, ну, Мали Сарус-то это понятно Кто у нас твэнгушка такая? Эмми Уэн Хаус Кто? Думали она, кстати Это максимально такой узенький звук Он максимально яркий Но в то же время яркий, да Очень яркий По сути, видишь, ты особо не напрягаешься Но звука много Вот в этом и суть как раз Вот можем, кстати, и на твэнг даже сделать потом Окей, скачем на октаву, а потом в твэнг Прям буквально чуть-чуть Как раз распоемся На А попробуем Или Давай так сложнее Сложнее, да? Ну, прикольно, что сложнее Попробуем посложнее Ауааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Можно еще повыше? Давай еще! Для себя всегда повыше! Да? Еще выше берешь! Кайф! Ты что не поешь? А я тебя слушаю, наслаждаюсь! А-у-а! И последний! А-у-а! Вот магия распевки! Классно, мне понравилось! Слушай, очень круто звучишь! Во-первых, в нотку очень четко попадаешь, то есть у тебя выстроена работа гортани, очень синхронизирована, плюс ровно переходишь, все шикарно смыкается, вообще! Ну потому что, блин, опыт уже! Я просто люблю петь, понимаешь? Класс! Это слышно! Когда ты многих уже артистов потрогал, как говорится, их технику, сам на себя это применил, это большой опыт, и потом я люблю абсолютно разные стили петь, абсолютно разные, и это как раз подковывает твой аппарат. Да, да, но это, опять же, ты на слух снимаешь, ты пробуешь на себе, мышцы развиваются, так что да, на самом деле, все великие певцы, я, кстати, смотрела мастер-класс Кристины Агилеры, она тоже такая сказала, ну знаете, я особо не училась петь, но я просто слушала Эту Джеймс, слушала, кого она еще там любит, Нину Симон, и все, я это снимала, именно поэтому я сейчас хочу вот так спеть, она заворачивает как блюзмен настоящий, вот, и звучит шикарно, вот, конечно, иногда, лично мне кажется, что ей не хватает какого-то навыка вокального, потому что иногда она очень сильно устает, и... Нет, мне кажется, просто там больше техники, чем внутренности, понимаешь, души, вот для меня Кристина Агилера это просто вот, собственно, набор мелизмов, звуков, и вот этой подачи. Такой over-sanging. Да-да-да. Но именно, если говорить про душевность, ну не хватает там душевности. Да, она как раз говорит всегда в своем мастер-классе, вот, самое важное, это пропустить через сердце. Ну видишь, как бы каждый человек находит, видимо, что-то свое в исполнителе, кому-то нравится, например, Билли Айлиш, да, и каждый находит в ней там... АСМР вот этот. Да-да-да, и каждый-то думает, ой, душевно, а некоторые такие, ну вот она там шепчет что-то, и все, вот. А некоторые, наоборот, Кристина Агилера, мощная эмоция, вау, да, некоторые такие, да, переборные. Громко петь — это не так сложно. Да, кстати. Сложнее вот спеть, как Билли Айлиш, я тебе хочу сказать. Я вот здесь соглашусь, на самом деле, потому что громко... Все хотят почему-то петь, но красота не в этом. Абсолютно. Красота в контрасте, в динамике и в характере. И в характере, абсолютно. Давай вот попробуем. Это делает Билли Айлиш, ни разу. Но мне нравится, как это звучит. Давай попробуем, да. Что-нибудь из Билли Айлиш. Знаешь, No Time to Die. Да, я слышала. Только я слов не знаю. Сейчас. У нее сейчас вибрато. Да. А ты низко как-то гортань там берешь? Да, да, да. То есть гортань немножечко, она понижает в такой вот плачущий призвук. Чуть-чуть, немножечко, и прямо трясет, как джазовая певица. То есть у джазовых вокалистов есть такой момент. И как бы потом есть много фальцетности. То есть здесь как бы фактически звука никакого не должно быть. То есть она прям вот так вот поет. Очень близко. Близко. Ну здесь, да, здесь понятно. Раскрыли секрет Билли Айлиша. На самом деле, если хочешь, можно та-та-та-та спеть. Или там на-на-на-на-на. Да, на-на-на-на-на-забузей. Я это называю. На-забузей. Попробуем? Давай. Фальш-старт. Я могу на самом деле открыть текст? Он будет мешать. Ну ладно, не так нас обузей. — А дальше? — Ну, на самом деле, да. — Не помню. — По технике очень похоже, только даже можно ещё более камерно, ближе, да. — Она прямо моментами даже не проговаривает. То есть у неё прямо тоже текст, он очень близкий к губам, вот, и она пишет прямо в динамический микрофон. — Вот так, фактически. — Ну, ASMR, я и говорю. — Да, 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 да. И очень много обработки интересной у неё на вокале обычно в треках. Это тоже делает свою картинку, всякие такие дилеи интересные, реверсы, вот. Ну, Финис, конечно, делает эту работу вместе с ней, и песни, конечно, тоже подобраны специально под её голос. И, кстати, творчество Финиса — это же её брат, с которым она сочиняет песни. — Да, и у него вот как-то есть почерк какой-то интересный в его песнях, потому что у него есть и свои авторские треки. Иногда ты слушаешь его песни, и песни, написанные для Билли, очень похожие ходы, как-то такие вот приджазованные, как-то они нашли вот этот вот симбиоз творческий, вот. Так что да, вот немножко подразогрелись. — Да, вообще, более чем. — Вообще, супер. — А что ещё хотела тебя спросить? Вот есть очень много примеров в шоу-бизнесе, в мировом, не знаю, Аманда Байнс, Линдси Лохан, Майкл Джексон, которые стали популярными очень в раннем возрасте, ну, они стали вообще детьми популярными, да, но на них это сказалось достаточно травмирующе. Как сказалась популярность на тебе? Потому что ты стартовала очень рано, да, и ты появлялась и в клипах Линды очень рано, потом «Фабрика звёзд» в достаточно юном возрасте. Ударила ли по тебе слава? — Ну, она в любом случае в какой-то момент ударит. Просто всё зависит от воспитания, от того, как сам ты это понимаешь и ощущаешь ли ты это. Ну, дело в том, что у меня же не мировая слава была, как ты перечислила сейчас личностей, а там, представь, весь мир вот так на тебя трясся, когда видел или слышал. — Тебя очень многие знали. — Ну, конечно. — И знают. — Знали, так сказала всё, типа, прошло время, старушка уже, так сказать, ушло время ваше. — Нет, 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 нет. — Короче говоря, я тут только развернулась, только начала, извините, скоро дуэт с Джизусом выпускаю. — Взлетаем на город, а мне всё время холодно. — А меня уже куда-то списали. — Вообще нет, вообще нет. Просто ты сравнила мировую славу и здешнюю славу. Тебя очень многие знают в странах СНГ, в России. Тогда ты собирала огромные площадки, тогда и в маленьком возрасте, плюс Евровидение. Мне кажется, это очень стрессово. — Стрессово, стрессово. Это было мега стрессово. Особенно Евровидение, потому что я не смотрела за этим конкурсом, я вообще не знала, что это. И когда мне сообщили о том, что я еду на Евровидение, мы как раз снимали клип «Прости за любовь». И прямо на съёмочной площадке мне это сообщили, и я такая «А, ну здорово». А потом, когда я узнала, что это, когда я ознакомилась с тем, что это и с чем это едят, и какая на меня возлегла ответственность, конечно, я была в шоке. Меня даже немножко парализовало вот так. — А там же были какие-то репетиции постоянно, да? — Много репетиций, да, и с балетом специально во Францию летали репетировать. И просто каждый день, не переставая. Но, к сожалению, мне на выступление это не помогло, опыта не хватило. Нога начала ехать просто на танцоре, и всё. И у меня страх в глазах. — Ты думала, что упадёшь, да? — Я подумала, что я упаду, потому что их так сильно намазали краской в финале. Мы же репетировали до этого несколько раз, и не так сильно их мазали. Ну, как-то так, экономили. А на финал что-то как-то прямо сдобрили. А я же в кедах, а они скользкие прям конкретно. Я, по-моему, ещё специально посмотрела, потом я на животе у него вставала. Ну, если бы, может быть, на спине более бы... — Да, там, видимо, как-то он пресс, видимо, напряг, и скатиться хотела. — Ну, видимо, как-то, да. И у меня нога вот так, и я всё. Аж прямо даже на видео это было видно. Связки зажались моментально. — Конечно, так это же такой стресс мгновенный. — И всё. Я не смогла их контролировать. Причём начало было идеальное, когда я сидела просто вот это субтоном. Всё идеально было. Как только начала вставать на них, делать какие-то движения, всё, туши свет. — Вот что ты почувствовала, когда ты вышла со сцены вот в тот момент? — Ну что? Что не справилась я почувствовала? Я не справилась с волнением, со стрессом. Ну, не хватило мне опыта. Если бы со мной сейчас это произошло, конечно, я бы смогла проконтролировать. Я бы блокировала этот страх просто. Я умею это делать в моменте сейчас. И то не всегда получается. Знаешь, ну, человеческий фактор никто не отменял. — Конечно. — Вот. Всякое же бывает на выступлениях. Когда вырубается звук, свет, когда выбегает какой-то неадекватный человек, пытается, не дай бог, на тебя напасть. У меня такое было. Было-было. — Жесть какая. — Открытая площадка, день города. Просто выбегает полуголый мужик, и даже два охранника не могли его сдержать. — Трэш. — Да-да. — Ужас. — И что было? — А что было дальше? Вот он выбежал. — Я понимаю, что два охранника его не удержали. — Они не справляются. — А он агрессивный, понимаешь? То есть я сразу почувствовала, что это агрессия. То есть это не какой-то там вот весёлый мужчинка выбежал. Нет. А он был агрессивный, как будто бы, не дай бог, нож ещё откуда-то достанет. Вот такое ощущение было. — Страшно. — Да. Реально было страшно первый раз в жизни мне. И вот буквально остаётся до меня там 10 сантиметров, его опять схватывают, и всё, и увезли, конечно же. — Жесть. — Да. — Ну хорошо, что так, потому что есть истории прямо очень печальные. — Печальные, я знаю. Поэтому мне было по-настоящему страшно. И я продолжала петь всё это время. Несмотря на то, что музыканты играли, я пела. Были моменты, когда выключилось всё, и звук, и свет. Помню, это выпускной был для ребят. Они такие, ну они же ждали этот праздник так долго. И всё, и одна лампочка горит какая-то там вот осталась. И я просто к ним подхожу близко на край сцены. Говорю, ребят, ну вот так вот, всё вырубилось. Давайте, говорю, может, высоко споём. Ну вы же, давайте подержим вместе вот так вот акапельно споём. И они вместе со мной. Вот я начинала, и они вместе со мной. И там просто было муху слышно, как она пролетает. И в то же время это такой накал был. И когда мы закончили, они там были на седьмом небе от счастья. И случилось какое-то мега соединение. Мега, ну как сказать тебе, апогей какой-то был. Магия, магия. Катарсис. Катарсис точно. Ну что, может быть, споём высоко? Раз мы вспомнили немножко, вот буквально куплет припёв. Давай. Ну вообще для меня это... Акунём. Я бы сразу с припева начала. Да. Потому что для меня это настолько... Личная песня. Личная песня. Я не могу её в таком вот ракурсе интервью спеть. Честно признаюсь. Никогда меня никто не просил вот так. А ты первая, кто меня попросил. И я понимаю, что нет. Вот так вот с куплета, чтобы вот собраться. Это для меня тогда надо встать и номер сделать. Потому что, чтобы ты понимала, я каждый раз на неё плачу. Каждый раз. Кстати, у меня тоже вопрос по этой песне, но сейчас мы немножечко настроимся, и я тебя спрошу кое о чём. Давайте с припева. На небо за звездой Высоко Тихий полёт Это легко Не забывай Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну, этого достаточно уже. Спасибо. Очень круто. Вот насчёт песни «Высоко». Ты уже сказала, да, что ты постоянно плачешь. И такое мы можем наблюдать у Лары Фабиан, которая постоянно поёт GTM. И на каждом концерте она плачет. Именно на этой песне. И зал поёт вместе с ней. И это невероятные эмоции. Вот как ты каждый раз возобновляешь себе эти эмоции? Что движет тобой в этот момент, когда ты поёшь эту песню? Дело в том, что тут надо начать не с того, что это песня, и какие там ноты, или какие там слова. А в том, что для меня это моя жизненная история, связанная с моей бабушкой Женей, связанная с моей родиной Курганом, связанная с моей личной историей с Максимом Фадеевым. С тем, что меня ждёт впереди, и вообще какой путь я прохожу. Вот настолько для меня это глобальная история. Понимаешь? Сквозь года, да. Сквозь года. Это абсолютно верно. И такое ощущение, ну вот если сравнить, там, например, вот «Май Уэй». Ну ты же не можешь просто так вот человек выйти, Фрэнк Синатра, извините, и вот просто так вот на интервью начать петь «Май Уэй». Ну нет. Это целый пласт всего вообще пережитого, прочувствованного, каких-то и позитивных, и негативных моментов. И ну вот оно вот трепещущее всё. Я это всё вываливаю в один момент. Всё. И если ты так искренне это не откроешь, ничего не произойдёт. И ты на каждом концерте через слёзы поёшь её. Да. Это круто. Это очень здорово. Это важно для артиста каждый раз проживать своё творчество, как в первый раз. И очень редко кто может похвастаться этим. Ну я понимаю, что по-другому эту песню нельзя петь. Просто нельзя. Иначе она не состоится. Вот и всё. Потому что, ну как тебе сказать, Макс её написал, я уверена, зная, вот как будто бы он знал, что будет дальше, и что какой мне путь предстоит нелёгкий, да. И как будто бы вот я это чувствую, настолько я это чувствую, что он как будто бы понимал, что девочка, такое-то у тебя впереди. У тебя есть... Он в меня верил всегда, начиная вот с того момента, как увидел, как я танцую в городе Кургане на этом столе. И он с того момента верил, он с того момента ощущал это, и он говорил мне, всегда ты будешь большой артисткой, в тебе есть это, но и путь этих артистов очень тяжёлый. Вот что я чувствую, когда я пою эту песню. Ну плюс ещё я, конечно же, когда вот на сольниках, особенно на своих, когда люди пришли ко мне на концерт, когда они, несмотря на то, что я сколько уже лет на сцене, они всё равно приходят ко мне, и когда ведь и перерывы были очень большие у меня в карьере, в чём-то мои осознанные шаги были, я была вынуждена уйти просто. Я поняла, что если я этого не сделаю, не будет ничего, ни карьеры, ни личной жизни, всё рухнет вообще. Потому что, ну, ситуация такая случилась, вот и всё. И я ни о чём не жалела тогда, я точно знала, что я делаю правильно. Я попросила, чтобы меня отпустили на год, Макс меня отпустил, и всё, я начала заниматься исключительно своим здоровьем и семьёй. И даже, несмотря на то, что я пропала на два года, и всё равно люди меня ждали, всё равно потом я четыре года вообще восстанавливалась в плане концертов, гастролей, в плане нового материала. Это был такой длинный путь, я не могла подумать вообще, что это не просто там год поработать, как серая шейка, это четыре года без перерыва. Нового материала, успешных клипов, успешных появлений, и медиа, и всего подряд вообще. И только сейчас я могу сказать, что да, я вот на том уровне, с которого я уходила. Если чуть не выше даже. Уже вот оно так ступеньками идёт, идёт, идёт. Но это всё адский труд, адский труд. Конечно. И вот это тоже входит в эту песню. Это тоже вот общение со зрителем, который вот в зале находится. И, ну, то есть, представляешь, как это всё переплетено для меня? Да. И сколько там эмоций. Да. Ой, как здорово. Я прям даже так прониклась. Сейчас ты рассказываешь. Конечно, это очень ценно. Очень ценно. Что произошло после первых двух альбомов, когда вы полностью поменяли звук? То есть, раньше это были такие достаточно трогательные, но при этом поп, поп-рок песни. То есть, прямо такой бунтарский немножко даже был момент в них. Но потом всё ушло в поп-музыку. Да. И ты тоже изменилась. То есть, ты пришла, ты уже в платьях была, ты уже всё, да, уже девушка, как бы всё. Не рокерша. Что произошло? Был интересный момент, когда сотрудничество с Настей Максимовой, которая написала как раз песню «Привет, как твои дела?» если в сердце, подошёл к какому-то своему тупиковому моменту. То есть, вот те песни, которые она мне предлагала спеть, вообще уже не подходили под моё настроение, под моё состояние. Я просто реально хотела повзрослеть, я хотела уже спеть про что-то другое. Для меня песня «Корабли» настолько вот была близка в тот момент, я хотела как будто бы туда двигаться, да, вот более сложный какой-то материал в плане женственности, может быть, не в плане там поп-эта или рок или что вообще. Мне было не важно. Было важно ощущение себя, подача вот эта какая-то другая, то есть новая я какая-то должна была случиться. Я просто помню, пришла к Максу и сказала, «Макс, ну вот вообще то, что сейчас мне предлагает Настя, к сожалению, я не могу петь, я не хочу это петь, это не моё, я не чувствую, что это туда, более того и радио не брали уже и всё это как-то вот на нет сошло, потому что всё в гармонии должно быть. Вот когда она мне предлагала те песни, которые состоялись, я их обожала просто с первой ноты. Она пела сама там в этих демках, она же классический вокалист вообще, она оперная, и ну ты представляешь, как это звучало, это очень странно звучало, но я всё равно обожала эти песни даже в демках, вот и так быстрее бежала записывать их в студию, поэтому они состоялись, тут должно быть вот совместное вот это ощущение, что работает, работает, оно вот изнутри идёт. И всё, я ему это всё рассказала, своё ощущение, что мне хочется повзрослеть, как-то мне хочется по-другому выглядеть, уже более женственно, там как-то вот спеть про что-то другое, ну вот не это юношеское, максимально, максимализм прущий. И всё, он подумал, говорит, я подумаю, и случилась Москва-Владивосток. Более танцевальная. Она танцевальная, но в то же время мы оставили эту трогательность, но был уже новый образ, более женственный, более такой какой-то воздушный, что ли, я не знаю. Поначалу мне показалось, что песня Москва-Владивосток настолько простая, когда мне прислали демку, ну боже мой, как её вообще, с какой стороны-то подступиться, ну как-то, с другой стороны, я понимала, что нужен хит, абсолютно, потому что, ну, давно ничего не происходило, и мы же понимаем, что если ты не выпускаешь востребованный материал, как артист, ну, ты будешь петь для себя там где-нибудь на кухне, вот и всё, и неважно, какой у тебя там успех был до этого, мы каждый раз вынуждены возвращаться к новому витку, но не вниз, а наверх, желательно, поэтому это сложно. Можно ли сказать, что сейчас ты пришла к тому творчеству, к некому симбиозу, что было раньше, и что, вот, что в итоге получилось, вот, то есть, это как бы и поп-рок, и вроде бы и поп, и вот что-то между, вот можешь сказать, что ты вот нашла золотую середину? Да, да, ты знаешь, я не перестаю её искать, я не могу сказать, что я вот точно её нашла, нет, если бы я её точно нашла, я бы сейчас не слезала со всех чартов, которые существуют и в интернете, и на радио, я, я, как говорится, где-то вот прорывается в каком-то моменте, а где-то, типа, вот, ну, так, то есть, по-разному происходит, но в целом, если брать общую температуру по палате, успешно, успешно, то есть, всё, что я делаю, оно работает, работает и на зрителя, работает и на радио, и на мои соцсети, то есть, действительно, я вижу цифры реальные, я вижу приток, я вижу результат, результат, что выражается в концертах, конечно, выражается в концертах, выражается, когда люди поют твои новые песни на концертах, это есть, тут не поспоришь, но я говорю именно про какой-то, знаешь, вирусный вот этот вот хайп, который, но с другой стороны, я понимаю, что это не панацея, абсолютно не панацея, а сейчас случайные треки вообще попадают в вирусную историю, это не факт, что ты будешь в этом себя чувствовать, реализованным, счастливым, это вообще не факт, я выбираю всегда более сложный, тернистый путь и пытаюсь балансировать между тем, чтобы это было и актуально, и в то же время, чтобы это было моё, чтобы это была та история, которую я хочу вам рассказать, я хочу что-то вам дать, не просто, ну, просто новая песня, непонятно, о чём она, ну, вроде песня, ну, и что за ней, непонятно, а я каждый раз пытаюсь вам донести своё внутреннее состояние, о чём бы я вам хотела рассказать в данный период жизни, это уже более глубокая история, возьми там, вот, допустим, песню «Не до любви» с клипом, когда я рассказываю про абьюзивные отношения, в моей жизни это было, и я это настолько остро переживала целый год, что я не могла об этом не рассказать, что я не могла не поделиться своим опытом, может быть, с женщинами, которые сейчас это переживают, там, с девушками, которые не знают, как поступить, и вообще не знают, что это, потому что они вообще не идентифицируют, как это, и вроде как, ну, просто характер у человека такой, ну, нет, тут важно разобраться в себе, разобраться в том, что происходит, тем более сейчас есть такие возможности в интернете, и всё это развито сейчас, вот, допустим, и недавняя песня «Девочка» тоже, о том, как я переживала в своих, там, юношеских, анорексия же у меня была, и тогда мы не знали вообще, что это, моя мама не понимала, что с этим делать, и к врачу вроде мы не шли, ну, просто не ем и не ем, ну, а как, ну, а я с кровати не могу встать, и всё равно никто не мог у меня впихнуть еду, ну, никто не понимал вообще, что с этим делать, это сейчас все подкованные, знающие, да, вот, но это всё из детства комплексы, которые накапливаются, и вот это непринятие себя, ну, и пубертатный период тоже сложный, да, и, вот эта вся история сейчас девочек, которые 18 лет сейчас закачивают какую-то жесть в губы, в скулы, я не знаю, меняют носы, свою внешность полностью, и думают, что они от этого станут счастливее, но это катастрофа, это хорошая мысль, так вот, и я об этом как раз говорю в песне девочка, в клипе девочка, запомни ты бесценная, и плакать, и я счастлива от того, что я могу это транслировать, и это берут, и на радио, и в интернете прекрасно песня слушается, то есть, тут важно найти вот баланс, золотую середину, как ты правильно говоришь, да, вообще песня девочка, напомнила мне такое новое прочтение песни Pink, да? Да, я просто, я очень люблю её творчество, и у неё есть клип на песню Fucking Perfect, где тоже такая же тема, ну, похожая тема рассматривается, вот, ну, у вас совершенно разные клипы, ну, просто вот суть как раз зерно в этом, да, что вот эта вот пресловутая идеальность, а вот где она, сделает ли она тебя вообще счастливой, так что эта тема, на самом деле, очень близка и мне, и я уверена, что нашим зрителям тоже она очень откликнется, может быть, споём припевчик из этой песни? Кстати, это одна из самых сложных вокальных песен, там скачок такой, это я тебе, это сейчас так вот, а надо на полном голосе петь, понимаешь? Да, я когда её записывала в студии, я чуть не посидела, был мат, я не скрою, просто мат, перемат, ещё раз мат, причём, ведь эту песню специально для меня написали ребята молодые, в общем, их там три сонграйтера, и мы с ними давно уже сотрудничаем, они мне синоптики писали, «Майский дождь», кстати, «Жёлтый такси» куплет тоже, и помню, когда нам сообщили, что вы участвуете в «Песне года», ребята, вы должны приехать, они говорят, что за «Песня года», это какая «Песня года», это настоящая «Песня года», они меня спросили, я говорю, а какая ещё, им вручили дипломы вот эти, они же куплеты написали, вот, и, собственно, вот даже в такие моменты мы сотрудничаем, когда вот что-то мне хочется доделать, переделать, а девочку они с нуля написали по моим пожеланиям, то есть я сидела на кухне, и я просто поняла, о чём я хочу песню, и я это всё высказала, и мы потом работали над ней, ну, в студии это было просто семь потов, если не десять вообще, во-первых, там куплет, достаточно речитативный, много слов, но в то же время нужно расслабленно это делать. День снова канет пустоту, много людей, то есть не та-та-та-та, та-та-та-та-та, а у меня, знаешь, есть такое всегда, что я, если речитатив, то чётко всё должно быть по правилам, по правилам, нет, а Даня мне говорит, ну, саунд-продюсер, давай ты, как-то расслабься уже, говорит, ну, и вот над этим мы тоже много работали, и, соответственно, вот это вот немножко пофигизм, и в то же время я доношу идею, вот эту, день снова канет пустоту, много людей не видит сердце красоту, новый тренд, ну, то есть такое более... расслабленное что-то, да, нью-скул, как многие говорят. но в то же время я хотела, чтобы это звучало по-моему, чтобы это не было... Я думаю, слушайте, ну, сейчас вообще другой певец вылезет какой-нибудь там, Мэри Гу какая-нибудь, нет, говорит, ты будешь, нормально всё, всё будет хорошо, и реально. Но когда мы дошли до припева, там вообще был один мат. А мы можем сделать лаунш-версию какую-нибудь, знаешь, вот кроссфорд пиано-версион. Не-не-не, я поняла, как её петь в результате. И как? В чём был секрет? Секрет в том, что её ни в коем случае на верхних нотах нельзя форсировать. Ни в коем случае. То есть это такая середина, где ты вроде бы как и на фальцете, но в то же время уже нет. Полу-белтинг. Понимаешь? Я вам расскажу, что это. Ну, то есть давайте попробуем припев. Девочка, ты плачешь из-за мелочей, внутри тебя вселенная. Ну, то есть это вот такая грань, прям она очень тонкая. Но как будто ты каждый раз переходишь, и это хорошо. То есть ты не делаешь ты пла, ты не делаешь криком. Ни в коем случае ты туда не дотянешься. Конечно. Вообще. Такой-то большой скачок. Ты пла... Да. Вот, кстати, то упражнение, которое... Да-да-да-да. Историчная там октава была. Вот это примерно то же самое, только с уплотнением наверху. Да. Ты плачешь. Да. Вот, пожалуйста, вспомни, как профессиональный преподаватель, я послушаю. Я же попробую. Потому что мне интересно. Я же как по наитию это делаю, а ты с точки зрения профессиональной. Ты знаешь, как это работает. Поэтому давай. Я очень бы хотела... Так, по тексту у нас девочка, ты плачешь из-за мелочей. 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 Внутри тебя вселенная. Это просто так поётся, что кажется из-за мелочи, но там мелочей. Окей, сейчас попробую. Внутри тебя вселенная, ты прячешь её, но зачем? Нужно любить себя. Окей, попробуем сейчас. А может даже подхватить потом. И... Девочка, ты плачешь из-за мелочей. Внутри тебя вселенная. Ты прячешь её, но зачем? Нужно любить себя. Девочка. А видишь, ты как? Ты субтончик даёшь. Девочка! Не-не-не, это уже русская народная пошла. Девочка! Ну вот мне хочется... Мне хочется нежнее это спеть, вот как будто, знаешь, как будто жалеешь её, да, как будто сожалеешь, что так произошло. Но в то же время не совсем уж плохо, да, что было-то. Да, да. Вот мы искали... Девочка! Да, но в то же время тут важно не перебарщивать, чтобы это звучало естественно. Вот в этом тоже была сложность. Большая сложность. Потому что вот я сейчас слышу вокалиста, когда ты начинаешь петь, а там надо просто человека слышать, который переживает. И это ещё сложнее, потому что вокально нереально тяжело на это всё переходить. Я пыталась расслабиться, а не получается. Потому что как только ты расслабляешь аппарат и начинаешь думать только о смысле, у тебя теряется вот эта вот подача, правильная, ну, вот эта вся история по нотам, да, она просто плывёт. Ты не можешь её удержать. То есть там в этом вся сложность этого припева. Но он непростой. На самом деле, даже для прям очень профессионального вокалиста с таким образованием вокальным, там как бы надо подумать. То есть, и там надо чётко фокусировать вообще всё. Та-да-да-да-да-да-да-да. Вот это вот. Всё это туши свет. Но непростая вещь. И получается, на концертах ты должна прямо хорошо распеться, чтобы её спеть. Да, это всегда где-то середина концерта. Если я пою её там второй песней, ну, когда там несколько песен, всё, я очень долго распеваюсь. И не всегда это успешно, я тебе честно скажу. То есть это, ну, самая сложная песня в моём репертуаре. Неожиданно, кстати. Я думала, что там, опять же, «Высоко», «Привет» — это сложная песня, потому что они такие даже «Привет!» «Привет, я даже не скучаю!» Там же такой тоже скачок. И девочка сложней. Ага. Да. Интересно, интересно. Скажи, пожалуйста, каких вообще исполнителей ты сейчас слушаешь? И, возможно, это какие-то давнешние исполнители. Что у тебя в плейлисте играет? Вообще, кто тебя восхищает и вдохновляет? Ой, ты знаешь, удивительное рядом. Но я, как и вся наша сейчас индустрия, повернулась как-то к року конца 90-х, начало 2000-х. Ну, во-первых, я это и сама люблю. Я же фанатка «Линкин Парк». Окей. Да-да-да. Там все эти «Лимбискеткорн» — это всё. Мы 2003-й, как я говорила уже. Вот. Все эти там «Радиохэт». И же с ними. Ну и я ещё, допустим, очень люблю «Смысловые галлюцинации». Я люблю Найка Борзова песню «Одна она повсюду, где бы не скрылся я». «Одна она повсюду». Кстати, тоже там такой переходик в припеве. Вот. Потом иногда Линду переслушиваю, кстати, но вот её альбом «Вороны», я считаю, это просто реально. Гениально. Как и «Ножницы». Да, «Ножницы». Это два альбома, которые будут всегда актуальны. Ну что ещё? Вот из современных именно наших артистов. Не обязательно наших. Вообще вот. Я тебе могу сказать, что реально зацепило. Конечно. Джизус зацепил. Джизус? По-настоящему. Скоро дуэт будет, да? Да, будет дуэт с моей подачей, потому что я услышала по рекомендации Ютьюба, потому что я же слушаю определённый материал, и он рекомендует. Кстати, Маша и Медведи тоже очень... Жалко, что вот они распались. Я не знаю. Они распались, да? Они вообще существуют или нет? А мне кажется, да. Такие крутые песни у них были. И вокалистка офигенная. То есть вот вот это же их песни. Эй, земля! Эй, земля! Просто офигенный материал. Вот. И меня это вдохновляет по-настоящему сейчас. Меня вдохновил Джизус. Я услышала песню в рекомендованных «Что мы с тобой наделали». Я даже не слышала, если честно. Послушай. И вообще вот он потом выпустил альбом. Он такой двойной у него. Реально есть, что послушать. То есть такое ощущение было, что это рок, такой вот русский рок, там, начало двухтысячных. Даже звучит похоже. Мне нравится, что там есть смысл. Он вокалист хороший. То есть он сильный вокалист. Он высокие такие ноты берёт. Причём ведь он вообще с рэпа начинал. Что удивительно. Я когда о нём узнала, я офигела. Просто человек в какой-то момент шифнулся просто на 180 градусов. И я ему сама написала. Я говорю, слушай, давай дуэт. Классно. Тем более, сейчас такой материал. Я вот выпустила альбом под кожей. Там есть такие песни, которые вообще за альтернативу сойдут. Что удивительно. Я не ожидала, что люди на моих сольных концертах будут воспринимать эти песни ну просто на бис, на ура. Там, я не знаю, скандируют мне после них. Вот насколько вовремя. Я вот тоже понимаю, что важно почувствовать время, когда это сделать и когда это актуально. Когда ты по-настоящему будешь в гармонии со своим слушателем. Ну просто ты кайфуешь от того, что ты делаешь. И, конечно же, люди тоже как-то ловят твоё удовольствие от той музыки, которую ты делаешь. А ты сама пишешь песни? Либо какие-то песни приходится заказывать, работать с другими сунграйтерами. Как вообще происходит процесс? Ну вот, допустим, был у нас период с моим мужем, он тоже у меня пишет песни, где, допустим, он что-то наигрывал, какую-то аранжировку, а я вставала к микрофону и напоевала мелодию. Просто вот. Что чувствую, то и пою. И такая песня у нас есть в альбоме «Стихия». Она называется «Люди». Ребята мои, которые работают над музыкой, я тебе уже про них говорила, они написали текст. А именно мелодика осталась та же, и вот вся эта задумка с пианино, которая начинается, оно просто всю песню идёт, там очень красивая песня, просто сумасшедшая. И там моя мелодия, да. Как ни странно, мне Ваня, ну, пианист, который сейчас с нами здесь играет, он мне сказал, вот, песня «Люди», вот такая классная, он даже здесь танцевал. Вот, то есть, понимаешь, это вот, это, видимо, как-то слышно, что ты сочиняла, и ты как бы к этому приложила своё видение и своё музыкальное чутьё, потому что через тебя это как-то прошло. Это абсолютно верно. Также песни «Девочка» тоже чувствуются, что я приложила к этому своё видение. Ребята очень много раз переделывали куплеты, припевы. Я говорю, нет, вот это, говорят, должен быть куплет, припев должен быть другой. Я опять им начинала объяснять. То есть, я не всегда могу как-то сама что-то с нуля напеть. Вот идея может прийти, и потом я правлю всё это под моим контролем. И мелодическая часть, и текстовая. Иногда могу текст написать, но в основном это такое, что-то просто стихотворное, неподходящее для музыкальной части, потому что текст для музыки это другое. Да. Но для тебя текст важнее или мелодия важнее? Что как бы ключевое? Там и то, и другое важно. Неразделимо. Невозможно это разделить. Ну, а вот допустим, вот если будет песня с крутой мелодией, и ты понимаешь, что вообще хук, хит, всё, залетит 100%, ну, текст какой-то невзрачный. Вот возьмёшь эту песню к себе в репертуар? Хук, хит будет только тогда, когда к этой крутой мелодии добавится текст с хуком и хитовой историей. То есть это для тебя симбиоз? Конечно. А часто переписываешь песни? Часто недовольна какими-то местами? Вот, допустим, когда мы делали дуэст с Джизусом, это просто, это был кошмар, сколько было правок внесено. Я специально потом приезжала опять на студию, переписывала какие-то моменты. Ну, то есть, он-то эту песню знает от начала до конца, он её уже там в демке записывал и так далее. Причём, что удивительно, эта песня была выбрана сразу, он мне её сразу прислал, и мы сразу определились. Это судьба. Это судьба. Мы вдвоём верим в это, что он, что я. Значит, так должно было случиться. Вот. И сейчас вот снимаем клип, и ждите. Скоро, да? В июне выйдет. Будем ждать. Если что, потом ссылочку оставлю в закреплённом. Вот. По-разному бывает. Иногда присылают демку, и я такая, о! Прямо это то, что надо. И всё. И мы начинаем делать таранжировку, записывать. Ну, могу, конечно, об одно слово заменить какое-то, но в основном, если вот беру песню, она мне сразу нравится, то она состоялась, значит. Значит, в ней что-то есть, что бы я хотела сказать. Здорово. Может быть, немножко споём песню «Люди»? Раз вот мы затронули её. Она же тоже такая вокально сложная. Вот. Сочинила сама. Ну, буквально, может, с припев или с куплета можно начать. Как хочешь. Куплет-припев. Попробуем? Давайте, да. Льют реки соли, моря, боль пресной души. Ждут горы, стучь, воду дать, рекам шанс жить. А люди верят, но не каждый, верят, но не дважды, чувствами играют. Люди верят, но не каждым, верят, но не дважды, любят и прощают. Красота. Браво! Спасибо. Круто! Расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее? Кем ты себя видишь? Какой артисткой ты себя видишь? Будешь ли ты как-то меняться по тренде? Потому что, вот если, например, ты упомянула, что ты сейчас делаешь фиты разные, вот если взять Филиппа Киркорова, он как-то старается с какими-то очень новопримывшими делать какие-то дуэты, вообще менять стилистику, вообще в рэп какой-то уходит. А вот собираешься ли ты так сильно меняться в будущем? Ну, я всегда, меняюсь, но не меняюсь настолько кардинально, чтобы меня можно было не узнать, потому что нужно обязательно беречь своё естество, беречь свою индивидуальность, иначе тогда ты перестаёшь быть тем, кем ты есть. а так, конечно, какие-то нововведения обязательно, без этого никуда, иначе ты просто устареваешь по звучанию, по вайбу, который сейчас как бы плюс вайб, ну, а то будет минус вайб, ребята, если вы не в теме. С кем бы ты ещё хотела бы сделать фит? Вот, или даже, знаешь, фит мечты, вот даже зарубежный артист, мировой какой-то артист, вот с кем, с кем бы ты хотела записать песню? С Radiohead. Окей, Tom York, здравствуйте. Ответьте. Какие песни, альбомы из Radiohead тебе нравятся? В целом, конечно, их самый вот этот известный, наверное, раскрученный, но в то же время у них есть определённые отдельные песни, синглы. Мы вот тут с мужем что-то ехали, и нам посоветовала как-то рандомная история. Мы первый раз вообще эту песню слышали, и мы такие, слушай, такое ощущение, что Циммер ему песню написал, и там что-то со струнными, невероятная мелодика какая-то. И, по-моему, это было для какого-то то ли фильма записано, то ли что-то, и такой Циммерщины немножко отдало. Но мы просто замёрзли в машине, сидели, насколько это было круто. Круто. Вот за эти эмоции, на самом деле, многие любят Radiohead, потому что они вроде бы депрессивные достаточно, но в этом тоже есть какая-то магия, как-то пробирает. Да, кстати говоря, ещё одна из моих самых любимых групп это Deftons. Окей, неожиданно. Да, Deftons, я обожаю Deftons, я обожаю вокалиста, Чина, он просто the best, по-моему, вокалист вообще, который, именно альтернативный вокалист, который существует в мире. Вот для меня он лучший. И, кстати, тот проект, который они сделали с электронщиками, Crosses есть такая группа, и вот они сделали очень интересный такой вот, это даже не фит, они как будто создали что-то новое вместе, и тоже, вот я тебе советую послушать, запроси потом, и у них там целая концепция вообще клипов, песен, музыки какой-то нереальной. Короче говоря, я бы и с ним тоже очень хотела, это так мечты. Ну, а может быть он увидит, знаешь, и скажет, всё, погнали. Ну, с какого-то перепугу. А на самом деле я всегда удивляюсь, мир так тесен, бывает так, что вроде бы какое-то незначительное интервью может привести к чему-то большему, так что, кто знает, может быть он увидит и услышит тебя. А ещё один вопрос, да, отправьте, пожалуйста, это. Ой, ещё вопрос один, какими вокальными техниками ты бы хотела овладеть в дальнейшем? Вот что бы ты хотела открыть в своём голосе? Что тебе интересно? Потому что, знаешь, почему я сейчас спрашиваю? Как-то раз, когда вышел альбом «Адель-25», ты публиковала у себя, типа, вау, какой альбом, вот, и не планируешь ли сделать что-то просто кардинально другое? Может быть, там, пианино, что-то более акустическое? Потому что на самом деле вот от тебя веет вот эта огненная энергия, но у тебя очень лиричный голос, и он он прям, ну, за душу берёт, но при этом вот как бы чувствуется какой-то вот надрыв. И мне кажется, это как раз «Адель», и ты вот это примерно в одной стихии. Поэтому мне очень нравится песня «Адель», «Turning Tables». Ох! Ты не знаешь? Ну ладно, там загуглят. «The start of the world» Офигенная песня, да. И, конечно, в моём голосе, даже когда я пою танцевальные песни или какие-то забористые рок-композиции, всё равно ощущается какая-то меланхолия. Вот есть что-то, и это отличает меня от других артистов. Вот такая подача, да, вот у меня всё с призмой какого-то неблагополучия внутреннего, как будто бы. Просто драма-квейн. Да! Нет, такое вот. Но это и даёт ощущение неповторимости какого-то звука. Да. Вот, например, тебе нравятся какие-то определённые исполнители. Не думала ли ты сделать что-то вокально? Вот, да? Просто я почему спрашиваю? Вот на шоу-пародии ты как раз раскрылась как вокалистка в первую очередь. Там действительно сложные были задачи. И все поняли-то, а Юлия Савичева это может. Конечно. Может, ага-га-га. Я тоже этим занимаюсь. Вот, а не хочешь ли ты сделать что-то вообще гиперновое вокально? Ну, не знаю, там расщепить, да, там как-то очень аккуратно спеть? Потому что иногда ты прямо, ну, точнее, во многих песнях ты достаточно как бы мощно поёшь. Не думала ли ты сделать что-то вообще контрастно другое? Вокально? Конечно, думала. И, ты знаешь, тут важно поймать волну какую-то и желание это сделать. Вот когда у нас с мужем возникло желание сделать просто музыку под рояль, мы это сделали. Ясно, это альбом. Да, у нас есть такой альбом, где я просто читаю свои стихи, я их записывала там где-то на гастролях, на какой-то диктофон телефона или просто диктофон, я уж не помню. Вот, и в разных местах абсолютно, где я там только не находилась, и просто под рояль песни, которую написал мне муж. Вот, было такое вот вдохновение было у нас, и мы это сделали, и нам это хотелось, и, соответственно, мы кайфовали от этого, и, собственно, всё. Но когда ты пытаешься из пальца выдавить, ну, может, что-то новенькое, а что непонятно, ну, лучше тогда не надо. А вот, когда появится идея, когда появится ощущение, да, вот точно, а вот было бы классно, и тогда можно это развивать, тогда можно это сделать. Вообще, мне было бы интересно, знаешь, что сходить к тебе на урок, вот что мне было бы интересно. Вообще, было бы интересно понять, что это за такая новая школа вокала, что вы там делаете? Ну, окей, как ты это делаешь? Вот прям именно с тобой, не с каким-то другим учителем, а именно только вот с тобой. Приходи, я всегда рада. Мне было бы интересно. Вот, ну, так вот, разово, потому что я сразу понимаю, о чём речь, мне не нужно там это всё. Я уже потом сама с собой это буду пробовать делать. Ну, ко мне очень часто приходят как раз артисты, которые уже как бы поют, уже карьера есть, но нужно как бы подсказать, возможно, какие-то штучки, дать какие-то новые зёрна, да, для раздумия. Поэтому, да, я буду только рада. А ты вообще сама делаешь музыку? Да, конечно. У меня уже вот четвёртый альбом готовится, но уже полноформатный. В каком стиле? Ну, такой рок, больше в рок. Ну, надо же! Да, там даже как бы гранж-нотки присутствуют. Ну, вот про расщепление ты меня спрашивала, я бы не хотела, потому что для меня это травматично. Жестковато немножко. Травматично и неприятно. На самом деле, если ты научишься вообще даже комфортно. Ну, может, покажешь как-нибудь. Начинать надо с малого. То есть там как бы важно очень аккуратно всё это сделать, но потом, когда гортань привыкает, даже, знаешь, моментами, когда ты накуражешь, а там просто всё достаточно так скомпоновано должно быть. и как бы надо вроде воздуху дать, куда пройти, а вроде бы всё как бы соединить мышечно, но когда, знаешь, кураж ловишь на сцене, бывает прям вот хочется это сделать. Это именно такая классная, классный сценический навык. Класс. Ну, настройте тоже, знаешь, иногда, когда ты хочешь там эмоционально как-то продавить вообще, такая реклама дистолшина просто возникла. Ты знаешь, у меня такое же ощущение, про которое ты сейчас говоришь, когда я беру гитару у себя на концерте, начинаю там фигачить, у меня вот такой же запал, я думаю, с голосом такая же история происходит. сто процентов. И, наверное, последний вопрос, что бы ты посоветовала молодым исполнителям, которые нас смотрят, а нас очень много вот таких творческих смотрят сегодня, что бы ты посоветовала, нужен ли продюсер, нужно ли подаваться на радио, вообще актуально ли это сейчас всё, какие шаги нужно предпринять? Дорогие друзья, баба Юля сейчас расскажет вам своё видение, которое, может быть, вам пригодится. не знаю, нам много, вам этого хватит или нет. Хотите слушайте, хотите нет. Ну, короче говоря, сейчас время интернета, ребята, поэтому развивайте свою соцсеть. Ну, не одну, желательно. понятное дело, на какую-то одну делайте больше упор, какая вам, наверное, больше нравится, в какой вы чувствуете себя более свободно, реализовываете свои идеи, мечты. Желательно, чтобы это было качественно. Качественный звук, качественная картинка, это тоже имеет огромное значение в том, чтобы вы продвигали свой контент. Потому что, если это будет сделано на коленке, начиная от видео, света, заканчивая звуком, никуда это не пойдет. Вот, поэтому, если вы хотите развиваться через интернет, а сейчас это реально работает, то будьте добры, качественную картинку, звук, качественная песня и самовыражение. Ну, и вы, как артист, интересен должны быть, да, ваш образ, продумайте образ, продумайте вообще, что вы хотите сказать этому миру, что вы вообще, кто вы? это самое важное. И никогда не ленитесь, делайте больше контента, делайте больше экспериментов, и вы точно попадете в струю. Вот, вы поймете это, вы, так или иначе, поначалу будет сложно, всегда поначалу сложно. Но потом, как говорится, вода камень точит. И тот, кто постоянно работает, кто развивается, всегда достигнет успеха. Я в это верю, я это сама проходила. И были взлеты и падения, и сколько еще впереди будет. Но тут важно иметь характер. Как только вы начинаете закапываться в себе, не верить в то, что вы делаете, не надо стопы, сразу же стоп, взяли себя в руки, пошли дальше. Хотя иногда и я тоже. Ну, это творческая личная сцена сцена. Да, иногда и я тоже бывает. Плачу, это нормально, разочаровываюсь там. Но это жизнь, это мы все люди. Но просто нужно быть бойцом. Вот. И, понятное дело, одно цепляет другое. Какие-то, может быть, предложения пойдут. Организуйте обязательно свою команду людей, которая вам будет потом помогать. Вот начните с чего-то малого, потом один человек добавится, второй, третий. И каждый должен отвечать за свое. И когда эта машина у вас будет налажена и работать безотказно, вот тогда у вас будут успехи, тогда у вас будут положительные, ну, вообще в целом, показатели. И дальше уже будет подтягиваться и радио, и телевидение. Ну, сейчас так вот сложено все, что из интернета очень много людей поднимается. Ну, то есть радио вообще-то и телевидение, это вот важно сейчас вот по твоему опыту? Это, конечно, безусловная составляющая для таких артистов, как я, потому что, ну, блин, ну, ты же не вычеркнишь 15 лет предыдущих там каких-то, да, когда не было такого интернета развитого. Но в то же время так сильно радио и телевидение уже не решают, как это решает интернет. Удивительным образом. Ну, когда это все вкупе, конечно же, это уже успешный большой артист. Спасибо тебе огромное. На этой ноте я хочу закрыть свой гешталь детства. Например, какой? И в прощальном нашем кусочке спеть песню «Привет». Да, конечно, давай. Давай припев. Давай. Припев «Привет». Давай, ты начинаешь, я потом тебе покажу, где я... А нет, а давайте с куплета. А ну, давай. Я сейчас даже текст открою, подождите. Я просто, я в детстве его наизусть знала, сейчас забыла немножко. Так. Ой, так мне нравится эта песня. И «Как твои дела» тоже я обожаю. Так. Пока поиграй, пожалуйста. Еще поиграй. У меня? Сейчас я открою. Магнит болит, не спит, мешает убить, забыть, не быть. Не знаю тебя, 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 тебя меняю. Уйди, замри, растай, туманом пойми, нельзя, нельзя, обманом хотеть, терпеть, реветь, не надо. Привет! Я даже не скучаю. Привет! Тебя не замечаю. Магнит болит, да просто умираю. Привет! Все, моя маленькая Даша там где-то такая. Супер! Класс, Юля, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. За, во-первых, оперативное решение даже каких-то организационных вопросов, потому что, на самом деле, позвать медийного известного человека это тот еще челлендж. Но спасибо, что это все случилось, что ты такая отзывчивая, такая классная, позитивная, и с тобой очень легко вести диалог, ты открыта к творчеству, к людям, к музыке. В общем, я прямо вообще... Спасибо огромное. Это вот в очередной раз доказывает, что через интернет многое получается, свершается, и вот сколько лет ты ведёшь свой канал? Четыре года. Вот, пожалуйста, четыре года человек пашет, и только сейчас получается, что вот у тебя такой вот ракурс, где мы сидим, миллион света, миллион звуков, всё так профессионально, и это говорит о том, что ты всё правильно делаешь, потому что я тебя увидела, услышала, и произошёл коннект. Вот многие спрашивают, ну как, я же там вот в интернете, наверное, ну чё я там, кто меня увидит? Ну вот так это происходит, ребята. Да, да. Спасибо большое. Так, ну, конечно же, подписка, лайки, вы всё знаете, и, конечно же, мысли ваши в комментариях. Я думаю, после этого интервью-подкаста музыкального будет над чем поразмыслить, поэтому пишите свои мысли, мы будем очень-очень рады. Ну и, конечно же, Юля ведёт влоговый канал. Ну, он мой канал, а он один-единственный на Ютьюбе. Да? Я выпускаю просто свои влоги, вся вот эта вот кухня, которую мы тут... Да, тоже будет интересно, на самом деле, посмотреть, как живёт артист гастролирующий. Так что... Добро пожаловать! Стэй тюнт! И спасибо всем! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...